Настроением делаем для себя любимых в одну сторону, в другую. Утро в клубе «Активное долголетие», как всегда, началось с зарядки. Умеренная физическая нагрузка поднимает настроение и придает бодрости до вечера. Исключений быть не может даже в такой необычный день. Сегодня активисты распахнули двери для новичков. Это первое открытие творческого сезона, созданное собственными силами. Новички сегодня приходят, посмотреть, надеюсь, чтобы зарядиться энергетикой и энергией наших активистов. И записаться в те студии, которые, как показательные выступления сегодня, студии танцевальных, театральных, подиум. Надеюсь, что они загорятся желанием, запишутся именно на занятия. Новички могли присоединиться к старожилам и размяться. Либо ознакомиться с работами участниц, студии вязания, бессероплетения, изобразительное искусство, полимерная глина и умелые руки. Экспозиция едва уместилась на всех подходящих для этого поверхностях. Чего только не было создано руками пожилых мытищенцев за два с лишним года существования клуба «Активное долголетие». Картины, панно, украшения, мягкие игрушки и многое другое, что хочется не только рассмотреть, но и потрогать руками. Здесь же представили свои изделия активисты-волонтеры – шерстяные пледы, носочки, шапочки и игрушки. Эти вещи – хорошее подспорье при выхаживании недоношенных младенцев. Но это далеко не все увлечения участников клуба «Активное долголетие». Студии «Подиум», театральная, танцевальная, четыре с хвостиком подготовили для новичков фееричную концертную программу. С пожилыми мытищенцами занимаются опытные педагоги как из числа волонтеров, так и самих активистов. Например, Маргарита Катышева – участница множества конкурсов красоты, педагог по дефиле, преподает модельное мастерство. Она уверена, ее уроки позволяют выглядеть сногсшибательно в любых обстоятельствах. Это больше этикет поведения женщины в жизни. Как правильно ходить, как правильно нести сумочку, как правильно нести себя, как работать с зонтиком, со шляпами, с украшениями, аксессуарами, они становятся более уверенными. Здесь у них есть возможность показать всю свою красоту, всю свою грацию, и возраст тут вообще никакого значения не имеет. Татьяна Халилова – дрессировщица и участница клуба «Активное долголетие» со стажем. В новом сезоне она также решила выступить в роли преподавателя, рассказывать посетителям студии «Четыре с хвостиком» о том, как выбирать домашнего питомца, ухаживать за ним. Будет делиться и тонкостями своей профессии. Надо их любить очень и чувствовать животное. Когда ты его чувствуешь, ты уже видишь, что оно может сделать, что не может. Специально я, когда дрессирую, я не заставляю их делать какие-то трюки, которые я, например, придумала и хочу. Они у меня делают только то, что они демонстрируют сами. То есть они какое-то демонстрируют интересное поведение, я просто это подкрепляю. В этот раз Татьяну Халилову сопровождали «Голуби», «Пятнашка» и «Беляш». Они показали новичкам несколько трюков. И это далеко не все. В клубе «Активное долголетие» на сегодняшний день 15 активностей. Очень мне понравилось здесь все. Жизнь совершенно другая. Мне 73 года, и мне кажется, что вообще она не кончается. Я не хочу, чтобы мне было под 80 лет и сесть там и сидеть. Я хочу быть активной. Нам, пенсионерам, жить прекрасно в наших мытищах. На тень открытых дверей пришли порядка 20 пожилых мытищенцев. Напомним, участвовать в мероприятиях клуба «Активное долголетие» можно бесплатно. «Пропуск», «Пенсионное удостоверение». Здесь легко найти друзей, единомышленников и занятия по интересам. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый мытищенский.